друзья всем привет сегодня разбор планировки в жека нагорный это трешка 90 квадратных метров для семьи три человека молодая семья мама-папа и небольшой ребеночек поехали смотреть кому интересно реклама дорогие друзья мы вместе с павлом репиным снимаем видео обзоры жилых комплекса города екатеринбурга и планируем и в других городах снимать тоже это максимально независимый контент мы принципиально не берем денег от застройщика как это делают другие обзорщики которым заплатили они приехали сняли то что им показали совершенно мы делаем не так мы делаем так как считаем нужным мы делаем это с точки зрения простого обывателя и гражданина как будто бы мы сами покупали квартиру в этом жека и все что нам интересно все что важно и полезно мы пытаемся вам показать абсолютно независимо ни от кого помимо этого я специально для вас в этих жека делаю обзор планировок и вы можете посмотреть и выбрать для себя наиболее подходящую планировку этих планировок появляется все больше больше и больше и будет еще больше потому что на каждый жека будет разбор квартир которые находятся в жека если вы планируете там покупать квартиру то вам это будет очень полезно вы сможете выбрать и не потратить впустую свои деньги а выбрать квартиру с умом потому что вы будете знать что выбирать для этого вам необходимо подписаться на мой канал на платформе бусте ссылочку я оставлю в описании эта подписка стоит по цене двух мороженых 500 рублей в месяц и вы получаете доступ к этому контенту где я для вас разбираю планировки из этих жека реклама закончилась и так жека нагорный город екатеринбург 90 квадратных метров семья три человека поехали что мы видим от застройщика давайте разбирать и смотреть и так заходим в квартиру это у нас зона прихожей и мы попадаем в длиннющий коридор где нет стены все совмещено но вот сейчас так застройщик сдает жилые пространства даже стеночек особо нет то есть пожалуйста типа заходи и делай все что хочешь ну что посмотрим что мы здесь захотим сделать но во первых начну с того что озвучили заказчики они выразили сомнения по поводу того что а нужно ли им такое большое пространство кухни-гостиной вот здесь она прямо огромное есть одна комната 12 9 квадратных метров но это типа детская и это норм к ней вопросов как бы нет следующая комната это родительская спальня а вот к ней как раз есть вопросы во первых когда мы поставим здесь кровать а поставим его таким образом то получится что напротив кровати вход в ванную комнату и лежа на кровати мы будем видеть сразу унитаз но я думаю что это не совсем мазь когда ты просыпаешься смотришь в сторону дверь приоткрыта там у тебя белый друг стоит ну хотя в каких-то случаях может быть это и ничего ближе бежать как говорится но все-таки мы же за красоту за удобство и комфорт поэтому это не очень удачное решение нужно его как-то по-другому продумать далее шкаф получается поставить здесь не очень большой а это тоже проблема потому что одежда сейчас у семей всегда очень много дальше перемещаемся на кухню в кухне посмотрите как стоит кухонный гранитур который какой-то странной фигуркой расположен больше похоже на такую знаете фигурку из тетриса ну как бы как вы себе представляете вот здесь вот процедуру готовки я вот никак не представляю потому что ну просто банально неудобно между раковиной и варка очень маленькое пространство и соответственно здесь совершенно невозможно развернуться то есть как резать овощи или что-то там и кидать в сковородку а другого места здесь не предлагается поэтому вот этот узел обязательно нужно переделывать дальше ванная комната у родителей ну здесь тоже как-то все странно расположено унитаз на самом виду а раковина зажата в нишу и очень маленького размера ну то есть вот которая показана она буквально вот вот такая вот так не делается потому что когда мы умываемся нам нужно побольше пространство плюс нужно какие-то крылья там по сторонам чтобы поставить всякие баночки возможно а здесь сделать это не представляется никаким образом потому что просто ниша вообще в нишу залазить то неудобно там еще и раковина маленькая такая же ситуация в гостевом санузле и плюс еще стиральная машина стиральные машины не должны стоять в санузле в душевой в ванной потому что эта штука которая абсолютно технократическая и нужно прятать точно также как вы прячете посудомойку на машине например вы же ее за фасад прячете холодильники прячете делаете встроенный ну и так далее ну и в общем с такими вопросами ко мне пришли заказчики вот с этой вот квартиры и попросили что-то придумать сделать конкретно с их квартиры а я напоминаю что у меня есть такая услуга разбор планировки стоит абсолютно недорого поэтому обращайтесь ссылочка будет в описании переходите заказывайте если вам интересно у вас есть квартира не знаете как не в ней все расположить то пожалуйста я вам в этом с удовольствием помогу как я помог здесь ребятам ну во первых я уменьшил кухню гостиную с помощью перегородки которую я построил прямо поперек всего помещения и благодаря этому у меня появилась с одной стороны кухня нормального размера вот здесь она расположена буквой г но это позволило поставить большой стол помимо кухни красивый комод на котором можно в вазу с фруктами поставить ну и осталось место естественно под зал а вот по другую сторону перегородки у меня появилась гардеробная гардеробная с огромным шкафом и со вторым шкафом который предназначается под хозблок ну вот так пожелали заказчики они сказали что так нам удобней вот именно сюда поставить стиральную машину благо коммуникации все прям за стенкой что такое хозблок там стоит стиральная машина сверху сушильная машина там же корзина с бельем там же уборочный инвентарь и много всего еще полезного что необходимо хранить в квартире но хранить так чтобы мы этого не замечали то есть в каком-то шкафу за дверками вот здесь пожалуйста это очень удобно с другой стороны огромный шкаф в котором мы храним всю одежду это позволило нам визуально освободить спальню видите в спальне кроме кровати ничего нет напротив просто стоит схематично кроватка вот здесь кроватка еще маленький ребенок и рядом креселка потом эта кроватка уберется поставиться какой-то красивый комод сверху на комоде может стоять зеркало это может превратиться в макияжный столик а может просто какая-то картина или семейная фотография или что такое и что то такое еще самое главное что нет вот этого громоздкого шкафа теперь он живет в гардеробной и обратите внимание гардеробная то с окном это же вообще подарок когда ты переодеваешься и видишь себя в зеркало с естественным светом а еще вот на эту стенку можно огромное зеркало закрепить во весь рост какой-нибудь дизайнерская сделать какой-нибудь подсветкой классные какой-нибудь аутентичная повесить в общем навести красоту так сказать и вот получилось вот этого территория родителей за которую я всегда радую и всегда советую ее делать чтобы так сказать благополучие в семье сохранялась это гардеробная это ванная как здесь ну и кровать разумеется в ванной комнате я естественно переставил всю сантехнику теперь здесь стоит ванная раковина и унитаз напротив входа стоит раковина это самое красивое что есть ванная потому что это зеркалом это красивый какой-то мой да дыр может быть поэтому всю красоту прямо напротив входа мы делаем и на ней концентрируем наш взгляд в ванной помимо необходимой сантехники предусмотрено огромное количество хранения во первых это шкаф который появился в нише и теперь он незаметный за незаметными дверками внутри которого можно хранить много всего плюс есть зашитая стенка внутри которой инсталляция подвесной унитаз а сверху это открывающиеся дверки шкафов где можно хранить много много всего согласитесь это очень полезно в ванной комнате ведь вы посмотрите сколько там баночек скляночек всяких там шампуней мочалок всяких терок в общем жуть чего там только нету поэтому аккуратно все убираем с глаз долой оставляем несколько предметов и тогда у вас есть шанс сотворить дизайн что здесь я и сделал то есть планировка это залог хорошего дизайна и так родительскую спальню обсудили идем дальше кухня гостиная как я уже сказал кухонный гарнитур стоит буквой г это сделать можно и с точки зрения закона потому что это все территория кухни она кухне куда хочу туда кухонные гарнитуры ставлю правильно единственный вопрос как коммуникации пойдут пойдут вот так вдоль стены вдоль второй стены и вот здесь соответственно вот в необходимый нам стояк да вот такой вот путь получается с двумя загибами так как это идет труба 50 миллиметров от раковин а не от унитаза то это сделать совершенно можно а если сюда еще поставить под раковину измельчитель который все так сказать очистки но и вообще все что в раковину попадает измельчает буквально в пыль то возможность засорения этой трубы сводится на нет то есть совершенно спокойно это можно сделать это будет очень технологично здесь есть высокий холодильник есть высокий шкаф с духовкой рядом раковина дальше варочная поверхность то есть все удобно для приготовления еды тем более это рядом с окном они где-то в глубине там стоит стол здесь же около окна кстати очень классно что окно угловое угловые окна это всегда очень здорово это больше света это больше обзор и ощущение простора больше на кухне есть как я уже говорил небольшой комодик консоль это буфет может быть на нем можно чайник поставить кофемашина или ставить вазу с фруктами или с цветами в общем нам необходимы какие-то красивые визуальные точки на которые мы будем смотреть но красивые комоджи можно подобрать правда и красивые цветы на него можно поставить вот вам уже дизайн и образовывается дальше гостиная гостиная у нас диван кстати говоря он достаточно большой и еще даже можно сказать почти угловой то есть можно на него сесть ноги вытянуть есть кресло так что если придут гости то есть можно здесь собираться играть в какие-то игры напротив телевизор то есть ну конечно куда же сейчас без него то есть любимый сериал посмотреть а коридоры прихожую от гостиной разграничивает какая-то полупрозрачная перегородка это могут быть какие-то палочки стоять которые просвечивают это может быть какая-то стеклянная перегородка это может быть этажерка с цветами все что угодно можно придумать вплоть до каких-то там узоров из макраме которые вроде как физически преграждают разграничивают пространство но визуально все-таки мы понимаем что вот оно открытое и воздух струится везде в этом пространстве поэтому ощущение простора есть и в то же время нету такого что как будто я сижу в прихожей то здесь все разграничено огромный шкаф прихожей вот он во всю стену сейчас здесь пуфик для переодевания то есть это тоже все удобно в детской шкаф кровать напротив рабочий стол то есть все рационально но понятно что все равно все тусить будут в кухне гостиной она для этого и делается большой удобной комфортной и из плюсов этой планировки это то что спальня родителей в одном краю а детская в другом то есть это же классная звукоизоляция ребята то есть дополнительно то есть это очень здорово никто никому храпом и другими звуками мешать не будет вот но и осталась еще одна ванная это детская она же гостевая здесь тоже продуманы места хранения есть ванна унитаз раковина и шкаф огромный шкаф который встраивается в нишу обратите внимание теперь здесь нет никаких стиральных машин стиральной машины отсюда перенесена это значит что мы можем делать ванну красивой вообще ванная комната я считаю это тоже полноценная комната как и все остальные комнаты для жизни если есть возможность сделать ванну с окном то делайте обязательно делайте ну на этом все друзья если понравилось то ставьте лайк если есть вопросы то пишите в комментариях подписывайтесь на канал жмите на колокольчик и всем пока да прибудет с вами муза